Новости на Дону Дальнобойщика Сергея основные проблемы под Каменском-Шахтинским и в Красном Сулине. В пресс-службе УПРДОРа Москва-Волгоград отметили, что эти объекты находятся в ведении госкомпании «Автодор», а это другая структура. УПРДОР Москва-Волгоград отвечает за четыре трассы, и они полностью готовы, говорит пресс-секретарь компании Инна Амирова. Трасс А270 Новошахтинская граница с Украиной и А280 Трасс Тарстов-Таганрог до границы с Украиной. Со стороны аэропорта Платов болельщиков в Ростов будут доставлять через северный подъезд к Ростову. При этом дороги А280 Тарстов-Таганрог, граница с Украиной и А135 подъездная автодорога к Ростову от М4 Дон будут закрыты для неаккредитованных автобусов. Напомню, ограничение на въезд автобусов в Ростов продлится до 17 июля. Эту меру безопасности будут соблюдать во всех городах-организаторах Игр Мундиаля. Движение по улице Станиславского пустят в день первого матча Мундиаля 14 июня, а на территории старого аэропорта обустроят перехватывающую парковку на 10 тысяч автомобилей. Готовность транспортной инфраструктуры города к футбольному чемпионату мира обсудили на совещании под руководством губернатора. Аэропорт, ЖД и автовокзалы к встрече гостей готовы полностью. Сейчас власти решают, как разрулить машины на ростовских магистралях. Ведь к ростовским автомобилистам добавятся болельщики, приехавшие на своих авто и автобусах. Выход – перехватывающая парковка на территории старого аэропорта. Василий Голубев предупреждает. Это должна быть не просто стоянка, а комплекс со всеми удобствами. Задействовать старый аэровокзал, в котором должны будут располагаться необходимые структуры, информационный блок должен быть, да, медицинское сопровождение, возможность приобрести воду, еду какую-то и так далее, и так далее. Весь комплекс. Вы можете смело совершенно в определенной степени там создать ситуацию в некоторой степени напоминающую фан-зон. От перехватывающей парковки добраться до основных футбольных площадок можно будет общественным транспортом или на такси. К последним – жесткие требования. Аккредитацию получили 13 компаний. Общий автопарк, 600 машин с кондиционерами не старше 4 лет, белого или желтого цвета, отметил министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов. Обязательным требованием является у оператора англоговорящий диспетчер. В свою очередь водителям будут разданы разговорники. И в части тарифной политики, рекомендованная тарифная политика, не более 30 рублей за километр. На улицах Донской столицы установили информационные щиты и указатели на английском языке. Разработали 8 маршрутов-шаттлов к объектам футбольного праздника. Также предусмотрели маршруты для маломобильных групп населения. Привели в порядок ростовские дороги. На улице Станиславского губернатор призвал городские власти ускориться с ремонтом и уточнил. Движения должны открыть 14 июня. В Платов из Ростова пустили большие автобусы. Доехать из города в аэропорт можно будет с 9 утра до 8 вечера. Схема маршрута номер 700 от привокзальной площади по Красноармейской, проспект Шолохова, федеральная трасса М4 Дон, аэропорт Платов. Для удобства пассажиров автобус будет останавливаться на пригородном автовокзале в районе Старого аэропорта и в районе поселка Красный Колос. Ездить автобусы будут один раз в час. Среднее время в пути – 1 час 10 минут. За проезд придется заплатить 95 рублей. И пока возможен только наличный расчет. Безналичной системе оплаты транспорт планируется подключить в ближайшее время. В онлайн-приложениях автобусы пока не отображаются. Этот момент также доработают. Новая система контроля чрезвычайных ситуаций «Цион» начала работу в тестовом режиме. За основу взяли техническую базу системы 112. «Цион» будет одновременно следить за радиационным фоном и погодой в регионе, контролировать датчики пожарной безопасности и отслеживать уровень воды в водоемах. В общем, контролировать ситуацию от 36 различных систем безопасности. Пока тестируют 8 из них. Запустить систему по всей области планируется к 2020 году. Сейчас она действует в пилотной зоне. Это Ростов, Азов, Таганрог, Батайск и Оксайский район, говорит директор департамента по предупреждению и ликвидации ЧАЭС в Ростовской области Сергей Панов. Этот центр может контролировать всю ситуацию по различным направлениям обеспечения безопасности населения на территории всей Ростовской области и своевременно принимать решения. Значит, важный тот факт, что все видеопотоки, все системы, которые заведены на центр, к ним имеют доступ все наши силовые структуры. Из-за расширения функций службу 112 планируют реорганизовать в Центр информационного обеспечения безопасности населения. Общегородской выпускной бал в этом году в Ростове пройдет в ночь с 27 на 28 июня. Праздник решили не переносить из-за проведения игр Чемпионата мира по футболу. Об этом в прямом эфире программы «Главное о главном» телеканала Дон-24 сообщил губернатор Василий Голубев. По его словам, мероприятия, связанные с подготовкой и проведением Чемпионата мира 2018, не повлияют на проведение общегородского выпускного балла. Четыре матча уже пройдут, а пятый еще будет 2-го числа. И мы практически не корректировали проведение этих событий. Они все остаются и будут проходить традиционно на разных площадках. Я думаю, что они даже придадут нашему городу такое особое звучание, потому что наверняка ребята и девушки, которые заканчивают школу в этом году, будут точно помнить, что год их окончания – это год начала и проведения Чемпионата мира в стране и в нашем городе. Так что там наверняка появятся такие оттенки чемпионата в ходе проведения выпускных и праздника на набережной реки Дон. Выпускной балл в Ростове обойдется бюджету в 2,5 миллиона рублей. На эти деньги доставят и смонтируют мультимедийное оборудование. Повтор программы «Главное о главном» смотрите в эфире телеканала Дон-24 в воскресенье. Четыре игрока ФК Ростов сыграют на Чемпионате мира по футболу. Инга Сансигурд, Сансибурдарсон и Эзет Аллахи попали в окончательный список своих сборных. Национальную команду Исландии на турнире в России представят три игрока желто-синих. Исландцы попали в группу «Д», где встретятся 16 июня с Аргентиной, 22 июня с Нигерией и 26 с Хорватией. Заключительный матч на групповом этапе пройдет в Ростове. Сайт из Эзет Аллахи выбрал шестой игровой номер. Сборная Ирана попала в группу «Б», где встретятся с Марокко 15 июня, с Испанией 20 и с Португалией 25 июня. Это были новости на ФМ на Дону, телефон редакции 200 ровно 0849. С вами была Инна Билан. Еще больше новостей читайте на сайте don24.ru И о погоде. Категория 12+. По информации гидрометцентра Ростовской области в Ростове и Таганроге ночью плюс 18, плюс 16, переменная облачность и без осадков. В Сальске и Целине плюс 16, плюс 14. В Тарасовском и Чертково плюс 12, плюс 10. Ночью кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-западный и западный от 7 до 12 метров в секунду. При грозе порывы могут усиливаться до 17 метров в секунду. И о маленькой погоде в хуторе Журавка, что в Милеровском районе Ростовской области ночью небольшой дождь. На термометре плюс 20, плюс 17 градусов. Ветер юго-западный 4 метра в секунду.